На первый взгляд, простой оперативник Самарской таможни, но по происхождению Сергей Бибиков из старинного дворянского рода. Своё генеалогическое древо знает за последние 700 лет. Наиболее известный из его предков, выдающийся государственный деятель первой половины XIX века. Дмитрий Гаврилович Бибиков – герой Отечественной войны 1812 года. Георгиевский кавалер, министр внутренних дел Николаевского правительства. Одно время возглавлял департамент внешней торговли Министерства финансов Российской империи. Дмитрий Бибиков известен как разработчик основных принципов таможенной политики, многие из которых на вооружении у ведомства до сих пор. Борьба с контрабандой в экономическом смысле этого слова, я думаю, особого, ну, такого глобального изменения не претерпела. Люди, если свести всё коротко к одному моменту, всегда хотели сэкономить на таможенных платежах тем или иным способом. Да, способы поменялись, но смысл, в принципе, остался тот же. Это желание сэкономить и привезти какой-то товар дешевле, быстрее, вот, тем самым клониться от уплаты таможенных платежей. Вместе с тем, я думаю, что 200 лет назад такого понятия, как контрабандных наркотиков, не существовало. Также, в принципе, наверное, и не существовала контрабанда особо опасных товаров. Несмотря на дворянское происхождение, в повседневной работе приходится выполнять вполне конкретные задачи. Это борьба с контрабандой, взыскание таможенных платежей, выявление уголовных преступлений. Служба и опасна, и трудна, и поощрению таможенников свои. Одной из высших ведомственных наград является медаль Бибикова, учреждённая в честь знаменитого начальника таможни. Да, так сталось по жизни, что я гордо ношу фамилию Бибиков. Что касается медали, вдвойне приятно, втройне называйте, как угодно, когда люди, исполняя свой долг на нашей службе, по достоинству оценены, в том числе вручением заслуженной награды, назову это так. По словам Сергея Бибикова, в таможню пошёл по примеру родителей. А главный принцип, который унаследовал в династии, работать так, чтобы не было стыдно. Медали Бибикова у него пока нет, да это и не главное. Важно на отлично выполнять поставленные задачи, тогда награда сама найдёт своего героя. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.